В Казанском федеральном университете полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. На фасаде второго корпуса КФУ развернули 60-метровую георгиевскую ленту. Организатором акции выступила Единая Россия, которая размещает главный символ грядущего праздника на фасадах домов и общественных зданий в крупных городах Татарстана. Лента на КФУ стала самой большой в республике и одной из самых больших в России. Цена называется «Флаги России». Совместно с администрацией КФУ было принято решение во всю высоту здания по адресу Кремлевская 35 повесить георгиевскую ленточку в честь наших дедов, бабушек, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. В честь 75-летия Победы в ректорском садике КФУ установили монумент из девяти журавлей, которые держат георгиевскую ленточку, ведь журавли – это символ скорби о павших войне. А также установлена книга памяти – дань памяти тем, кто погиб или пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. 8 и 9 мая с 9 до 9.30 в окнах общежития на улице Пушкина и деревне Универсиады можно будет увидеть праздничную иллюминацию со словом «Победа». Помимо этого будут освещены фасады с обеих сторон – Института физики с надписью «9 мая» и второй высотки с надписью «75». Данные иллюминации можно наблюдать 8 и 9 мая с 9 до 2 утра. Напомним, в КФУ решением ректора Ильшата Гафурова ко Дню Победы ветераны и труженики тыла в годы Великой Отечественной войны получили выплаты. Единовременно материальная помощь в размере 15 тысяч рублей участникам войны, труженикам тыла – в размере 10 тысяч рублей каждому. В преддверии празднования Дня Победы руководством КФУ было принято решение о предоставлении продуктовых наборов работающим пенсионерам в возрасте от 75 лет и старше. Всего вручено 130 наборов.